Есть такая народная забава – стращать друг друга наступлением самой суровой – за 5, 10, 20 лет или век зимы. Как правило, самое точное, в кавычках, разумеется, прогнозы дают люди от метеорологической службы очень далекие. А потому совсем неудивительно, что многие из нас, наслушавшись предсказаний домашних синоптиков, в начале декабря ждали, если не снежных бурь, то хотя бы Хавьера. Апокалипсис до середины декабря так и не наступил. Более того, по данным настоящих метеоспециалистов, начало месяца оказалось теплее нормы, местами на грани нового рекорда. Первая декада у нас была теплая на 1,3 градуса теплее обычного, да и первая половина месяца тоже теплая. 12 декабря среднесуточная температура воздуха была на 5,8 градусов теплее обычного. И днем в Бресте воздух прогревался до плюс 11 градусов. Но я хочу сказать, что 12 декабря 1994 года температура была 1,3 градуса, немного теплее. Поэтому, скажем так, новый максимум не был установлен. Особой непогоды или наоборот погоды, это уж кто как к зимнему вопросу относится, не стоит ждать и в обозримом будущем. Легкое дыхание приближающейся климатической зимы можно будет ощутить только в начале следующей недели. Первая половина следующей недели, пожалуй, можно сказать, что мы почувствуем уже как бы зимние процессы. Погода будет определяться поступлением холодных воздушных масс с севера Европы, местами кратковременный снег, дороги скользкие. И температура воздуха ночью минус 2, минус 7 при прояснениях до минус 10, днем от 0 до минус 6 градусов. К слову, если верить народным приметам и людям, которые на них специализируются, то зима нас ждет скорее классическая, чем суровая. Не очень морозная, малоснежная и короткая. Самая волнующая тема – Новый год. Здесь ясности нет, как нет и стопроцентного прогноза. Пока остается только надеяться, что уходящий 2017-й решит подарить жителям края белоснежно-искристый подарок. Анастасия Остропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания Букт-ТВ.